Год для меня получился, конечно же, очень насыщенным. Это очень много соревнований, это Олимпийские игры, это большая подготовка, сильная. Но эмоции, конечно, мне кажется, после этого сезона останутся на всю жизнь, потому что много исторических событий, а для меня это тем более. И единственное, что я сейчас могу, это просто на время забыть об этой медали и настроиться на новый сезон, на новые Олимпийские игры, на новую золотую медаль. Что испытывает человек, который поднимается, что вы испытали, когда поднялись на Олимпийский пьедестал? Гордость. Гордость за себя, гордость за свою страну, гордость за тренера, который меня подготовил, гордость за всех спортсменов, которые тренировались со мной и со мной в сборной, потому что это считается общей заслуга. Тяжело переключаться на новый сезон, на новые цели, когда достигнутся достаточно неплохой год, чемпион, чемпионка мира, все достигнут, Европа, мира, ну и еще как бы золотая медаль Олимпийская осталась. Да, конечно, Олимпийская медаль золотая – это мечта и цель любого спортсмена. Сказать ли, что тяжело перестроиться – нет, потому что если есть новая цель, если есть новая мечта, если есть злость на следующий год, на следующую Олимпиаду, то это вот так, как щелчок просто происходит. Что скажете об условиях здесь в Южном, в которых вы готовитесь уже не в первый раз? Я здесь сижу уже с 2019-го и с 2017-го года, здесь постоянно ноябрь-декабрь у нас. Я скажу, что на это время года лучшее место подготовки нельзя найти, потому что здесь хорошая акватория, здесь хорошие залы, здесь вообще прекрасный Олимпийский, бассейн, бег, есть где жить, здесь все условия у нас есть, поэтому только здесь мы готовимся. Я знаю, у вас была небольшая операция, расскажите, на каком этапе подготовки к сезону вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Рана почти зажила, осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы вернуться на воду. Скажем так, что случилось, да, и почему сейчас вы еще не выходите на воду? Ну, я получила травму плеча, она у меня была уже с 2019-го года, два года я тренировалась с ней, она все усугублялась, я гоняла с ней Олимпийские игры, чемпионаты мира Европы, и после Олимпиады уже тренер поставил жирную точку, сказал, делаем операцию, потому что долго тебя не хватит, до Парижа так точно. И молча, без всяких сопротивлений, я согласилась. По итогу мы сделали операцию в сентябре месяце, в конце, и сейчас на этапе у меня оно уже почти заживает, через два месяца могу свободно выходить на воду и приходить в ту форму, которая была раньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!